Вы смотрите городские новости. Продолжаем программу. Десятый юбилейный. В субботу на базе курорта «Солнечная долина» прошел Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду. Среди участников не профессиональные лыжники, а любители этого вида спорта со всего региона. Чем помимо накала спортивного азарта этот фестиваль отличался от предыдущих? Расскажем в следующем сюжете. Южный Урал давно составляет конкуренцию крупнейшим европейским горнолыжным курортам. Высокий уровень развития этого направления создает все условия для того, чтобы на горные лыжи в регионе могли стать как дети, так и взрослые. Кстати, на Кубке губернатора для юных спортсменов отдельная номинация. Меня всегда выбирают на все соревнования, чтобы я занимала первые места. Бывают такие случаи, что не занимаю, бывает не занимаю. Сегодня заняла только не первое, а второе место. Свои команды на фестивале представили крупные предприятия и организации области, а также администрации муниципалитетов. В числе представителей команды правительства области министр образования и науки Александр Кузнецов. На Кубок он приехал впервые, однако намерен сделать свое участие регулярным. Наверное, как и все, буду кататься. Я думаю, что 10-й юбилейный Кубок губернатора – это все-таки значимое такое событие. Я стараюсь не пропускать их ежегодно. Вот, и детей своих приобщаю, и семью. Замечательное событие. Исполняющий обязанности главы администрации МИАСского городского округа и капитан МИАСской команды Евгений Степовик отметил, что горнолыжный комплекс – это важный объект для города. Это серьезный и долгосрочный проект, который повышает инвестиционную привлекательность МИАСа, способствует развитию нашего города. Более того, команда из города МИАСа, команда администрации также будет участвовать в соревнованиях и надеемся на победу. Все для этого приложим. Всех участников соревнований поздравляем и желаем всем успехов и победы. Специальным гостем праздника стал путешественник Федор Конюхов. Как это неудивительно, но именно на этом мероприятии ровно 10 лет назад был дан старт пересечению Атлантики. Сегодня Федор рассказал присутствующим о начале реализации проекта уникального путешествия – одиночной экспедиции из Перу в Австралию через Тихий океан на 11-метровой лодке. Ежегодно Кубок Губернатора по горным лыжам и сноуборду приносит помимо ярких побед еще и новые перспективные проекты. Вот и этот год не стал исключением. Игорь Каблуков, Александр Лядов, программа «24 МИАС».